Игорь Юрьевич, приветствую вас в Минске. Здравствуйте. Приятно. Сложные выходные были, мягко скажу, очень сложные для России, в России, да и собственно для Беларуси тоже, несмотря на то, что основные действия происходили в России, но и акторы, как оказалось, основные были и в Беларуси тоже. Какие выводы, промежуточные, на мой взгляд, пока еще, можно делать выводы, сделали вы для себя из этой ситуации? Ну, что касается оценки самих событий, которые, конечно, стали беспрецедентны в новейшей политической истории Российской Федерации, я думаю, что здесь наиболее точную, емкую и объективную характеристику дал президент России Владимир Путин в своем обращении, где, я думаю, акценты все расставлены, все названо предельно четко, ясно и понятно. Безусловно, вот главным выводом из того, как Россия выходила из этого вот внезапного такого острого кризиса, является все-таки российская-белорусская связка, и это принципиально важно. Для многих стало совершенно очевидным, даже для тех, кто был противником либо скептиком, что союзное государство — это реальность, взаимодействие между двумя нашими политическими лидерами, руководителями государств Владимира Путина и Александра Лукашенко существует на очень таком высоком, я бы сказал, уровне, и вот эта совместная, четкая, оперативная, быстрая, эффективная работа позволила при, безусловно, ключевой роли белорусского президента разрядить вот эту возникшую ситуацию, остановить ее, а затем повернуть обратно. Конечно, мы прекрасно понимаем, что внешние заинтересанты объективно рассчитывали, что Россия погрузится, ну реально будем называть, в возможное начало гражданской войны, во всяком случае, в смуту, в очень кровавые, непредсказуемые события, развитие и конечный финал, которых, разумеется, трудно было бы представить, но объективно мы понимаем, хотя и попытка военного ментяжа в конечном итоге была бы подавлена, не имела бы никаких шансов на успех и развитие, тем не менее, все прекрасно понимаем, какие издержки заплатила бы Российская Федерация, Российское общество, российский народ вот за, собственно, вот это драматическое, трагическое развитие событий. То, что Александр Лукашенко и Владимир Путин смогли, я так понимаю, в режиме реальных оперативных действий прийти к тому результату, который нам сейчас известен, я считаю, это наглядный пример российско-белорусского взаимодействия. Помним, что когда была предпринята попытка силового мятежа, инспирированного внешними силами и внешними заинтересантами, давайте говорить откровенно, западом в Белоруссии, Россия решительно и бескомпромиссно выступила в поддержку законного президента, законной власти в Минске и были предприняты все необходимые усилия, как те, о которых мы знаем, так и те, о которых пока еще не время говорить, для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Белоруссии. И результат мы знаем, белорусское общество избежало самых худших сценариев, конституционная власть сохранила все свои полномочия, мятеж был подавлен и разгромлен, белорусские силовики продемонстрировали верность присяге народу и президенту. Ну и вот, собственно, при поддержке России, в том числе, вот эта ситуация была оккупирована, и Беларусь сохранилась как целостное, независимое, суверенное государство. Я могу точно такие же слова сегодня сказать и в адрес уже белорусского государства, белорусского президента, что благодаря вот такой же помощи, поддержке, очень оперативной, четкой реакции Россия избежала худших сценариев, которые бы ей могли грозить. Поэтому думаю, что те исключительно теплые и хорошие слова, которые сегодня и в российском сегменте интернета, и в российских сетях, и в публичных комментариях ведущих спикеров звучат со словами благодарности в адрес президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Я думаю, это консолидировано мнение российского народа, которое говорит спасибо Беларуси и ее президенту за оказанную помощь и поддержку. На ваш взгляд, что такого в характеристиках личности белорусского лидера, что позволило, собственно, ему выступить в этой роли? Ведь, давайте откровенно говорить, Пригожин непростого характера человек и не с каждым стал бы разговаривать. Во-первых, давайте говорить об авторитете Александра Григорьевича, потому что, знаете, невзирая на попытки там отдельных у нас, комментаторов, блогеров и деструктивно настроенных сил сеять какие-то ложные оценки, представления. Мы все-таки видим в лице Лукашенко очень сильную личность политического лидера, востребованного временем. Это человек с очень цельным характером, со стратегическим целеполаганием, очень жесткий в критические моменты, либо жесткий, когда спрос идет с конкретных государственных чиновников, либо руководителей за результаты работы. Человек, который выстроил очень эффективную систему власти в Республике Беларусь, где есть органы, способные анализировать ситуацию, давать точные прогнозы и быть рабочим инструментом президента Республики Беларусь при принятии тех или иных ключевых политических и военно-политических решений. Я бы в первую очередь, конечно, назвал аппарат Совета Безопасности. В этом плане, я думаю, что это исключительно эффективный орган, который обладает необходимыми компетенциями, информационно-аналитическим аппаратом. И сотрудники этого аппарата, они, безусловно, профессионалы очень высокой квалификации. То же самое касается и, безусловно, секретаря нынешнего Совета Безопасности Республики Беларусь. Генерал Вальфович очень известен в России и не только в узких кругах, а среди российских силовиков в спецслужбах как достойный партнер и достойный представитель Республики Беларусь. Поэтому, в первую очередь, конечно, мы видели и официальные сообщения, в том числе и на агентство Белта, которые говорили о том, как развивалась в динамике ситуация. Было подчеркнуто, в том числе и в информационных сообщениях, то, что президент Беларуси активно взаимодействовал, работал на площадке Совета Безопасности. Прекрасно понимаем, что основной мозг, орган — это аппарат. Аналитики, эксперты, специалисты — они заслуживают, конечно, на наш взгляд, самой высокой квалификации. В Беларуси создана и эффективно работает вся силовая вертикаль. Беларусь — это самодостаточная, эффективная, мощная сила, авторитетная. Ну, а, безусловно, персонализация любого государства — это лидер, президент в данном случае, поскольку в Беларуси, так же, как и в России, президентская вертикаль. И в этом плане вот эта вертикаль и вся силовая компонента работают исключительно эффективно. Уже отмечал, еще раз хочу подчеркнуть, компетенции Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Те разведывательные, контрразведывательные операции, которые проводятся, они, конечно, заслуживают самой высокой оценки, потому что, ну, по целому ряду материалов, которые сегодня опубличены, мы видим такую же эффективную работу, как в свое время работала ВЧК, КГБ, СССР, когда проводились самые острые оперативные комбинации. В этом плане белорусский КГБ сохранил лучшие черты советских органов государственной безопасности, естественно, уже в преломлении к нынешним уже военно-политическим условиям. В Беларуси очень эффективные вооруженные силы, они достаточно компактны, тем не менее эффективны, работают очень профессионально, способны дать отпор на любые акты внешней агрессии, либо попыток подорвать ситуацию изнутри. То же самое касается и Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Ну и других компонентов, которые вот встроены в эту вертикаль и занимаются вопросами национальной обороны, национальной безопасности, ну, конечно, во главе президента. Поэтому я думаю, что вот такое четкое восприятие ситуации, рисков времени, готовности их парирования, в том числе позволили вот Александр Григорьевич Лукашенко вот в этой ситуации, когда Россию буквально подталкивали в смуту хаоса, гражданской войны, кровавая междоусобица, выступить вот в той роли, в которой он выступил. Разумеется, не все мы знаем пока. Но я хочу сказать, что люди, которые в теме, ну, отдают исключительно дань уважения белорусскому президенту за то, что он сделал, как поступил, и эффективности принимаемых и реализуемых решений. Просто заслуживают оценки отлично. В данном случае, знаете, это некомплементарная оценка в адрес Лукашенко. Это слова профессионально благодарности и понимания, что он сделал, как мы ему все благодарны. Из последнего. Заявление президента Польши и следом Литвы о том, что если Пригожин появится в Беларуси, им нужно укреплять восточную границу НАТО. Это что? Это их такая внутренняя игра? То есть попытка еще выдает денег на свою милитаризацию, а может быть и не только. Либо же они действительно так боятся? Это рефлексия, страх, растерянность и реальный испуг. Белоруссия получает российское тактическое ядерное оружие, носители уже развернуты. Плюс еще вот этот фактор, а что будет дальше? Понимаете, никто сейчас из западных разведаналитиков не может дать четкий прогноз, а что будет дальше? Куда вся эта ситуация развернется? Куда пойдет экспансия Вагнера? В Африкулии? Та ситуация, которая у них, по-моему, не была прописана ни в плане А, ни в плане Б, ни в плане С. Посмотрите, а то же самое с каким испуганным комментарием выступил президент Литвы. Они реально напуганы тем, что те дополнительные, скажем так, аргументы, которые лежат на столе большой геополитической игры, буквально перемешало все их фигуры. Никто не знает, что дальше будет, но все понимают, что, по крайней мере, у них это чувство растерянности, испуга и непредсказуемости. Поэтому и звучат такие заявления. Ну, в данном случае вы же понимаете, что все это работает и на то, что, как бы, если раньше были планы, например, польских вооруженных сил к вторжению Литвы, использовать свои силы специальных операций в случае какого-либо вооруженного конфликта. Мы знаем, кто содержит, финансирует и направляет и деятельность беглых белорусских оппозиционеров, и тех, кто составляет боевое крыло вот этой белорусской оппозиции. Фактически... Возбудились моментально просто. Фактически это, ну, давайте говорить откровенно, это международные террористы. Потому что под вот этими прекрасными лозунгами о заботе о благе белорусского народа скрываются, ну, предельно циничные и, я бы сказал, подлые намерения, планы. Поэтому все вот эти прекрасные в кавычках лица, на самом деле, это то, что называется международный терроризм, который Запад поддерживает, вскармливает и направляет. В данном случае против Республики Беларусь. Но сегодня вот этими все последними событиями, вот, все карты перемешаны, и сейчас и в Варшаве, и в Вильнюсе, и спуг. А что будет дальше? И в этом плане, я думаю, что вот эти вот заявления, которые сделаны, это вот такая рефлексия на происшедшие события. Они напуганы, они не понимают, они не могут дать четкий прогноз. Соответственно, каналы получения какой-либо информации отсутствуют. В Беларуси эффективный контрразведывательный режим. И в этом плане, ну, действительно, сейчас им приходится напрягаться, мобилизовывать вооруженные силы, направлять дополнительные контингенты для перекрытия границы, потому что они не знают, что дальше будет. Ну, Беларусь ответственное государство. Если не будет каких-либо внешних агрессивных действий со стороны враждебного натовского окружения, разумеется, там никто не будет свергать режимы ни в Варшаве, ни в Вильнюсе. Но эти люди, они хотят свергать, уничтожать Белоруссию. Оторвать, по крайней мере, западные регионы, а желательно проглотить всю Белоруссию. Мы должны четко это понимать. Ну и, конечно, еще раз хочу сказать, что белорусская оппозиция — это международные террористы. Есть политическое крыло этих международных террористов в лице фрау Тихановской, а есть и, собственно, боевые террористические ячейки, из которых формируется вот та диверсионно-террористическая сеть, которая в какой-то момент могла бы быть задействована и Варшавой, и Вильнюсом для дестабилизации ситуации внутри Республики Беларусь. Сложная ситуация была, безусловно. Но вот, по вашей оценке, Россия в первую очередь, но и Беларусь вместе с ней, Беларусь и Россия вместе вышли сильнее? Я могу сказать, что вот эта связка российская-белорусская, она сработала исключительно эффективно. Прежде всего, конечно, это связка лидеров, но не будем забывать, что у нас существует и совместная военная группировка, российская-белорусская. У нас существует очень хорошее рабочее взаимодействие между белорусским КГБ и СВР и ФСБ России. Очень хорошее взаимодействие по линии советов безопасности наших двух стран. И в этом плане, я думаю, что вся эта конструкция, она прошла проверку очень острыми внезапными событиями и показала свою эффективность. Что касается дальнейших выводов, я думаю, что все-таки время для детальных аналитических проработок, по крайней мере, в нашей вертикали силовой и вертикали государственной безопасности, для того, чтобы внимательным образом еще дать полный расклад, аналитическую оценку, а самое главное, прийти к выводам, которые позволили бы сделать невозможным повторение таких событий впредь. Хотел бы очень важно отметить, что, невзирая на все эти трагические, тревожные, беспокойные несколько дней, ход специальной военной операции России не претерпел каких-либо изменений. Те, кто выполнял боевые задачи на линии соприкосновения, успешно парировали наступательный потенциал вооруженных сил Украины. Украинская армия не смогла получить решающего военного преимущества и превосходства за счет поступления новой западной военной техники. При этом мы понимаем, что главные события еще впереди, потому что основной кулак подготовленных Западом частей, соединений, бригад со стороны ВСУ, вход еще не пущен. И очень важно, что фронт был удержан, мы сохранили свои позиции, по-прежнему наносились эффективные удары по военной инфраструктуре, тыла вооруженных сил Украины и объектам критической военной инфраструктуры в глубине территории Украины. И никаких бонусов той ситуации, которая была в России, наши противники не получили. Хотя были большие на это надежды, как с точки зрения внутриполитической дестабилизации, так и с точки зрения того, что фронт посыпется. Этого не произошло. Российские солдаты, офицеры, генералы, которые непосредственно руководят боевыми действиями, ведут, собственно, вооруженное противоборство наступающим украинским войскам, все зарекомендовали себя блестяще. Отдельно хотел бы отметить, конечно, части воздушно-десантных войск. Эта элита действует чрезвычайно эффективно и успешно. И это лицо, в том числе и нашей армии, с точки зрения ее сегодняшнего облика. Безусловно, и российскому, и белорусскому руководству предстоит время серьезного анализа и оценки этих событий, в первую очередь для того, чтобы действительно, да, сделать правильные выводы, которые в дальнейшем, в общем-то, позволят более эффективно и взаимодействовать и Беларусь, и Россией, и взаимодействовать и внутри себя, как и российским структурам силовым, и не только силовым, и гражданским. Но, на ваш взгляд, вот после этой истории, какие выводы делают сейчас наши противники? Они ведь попытались использовать эту карту. Даже было очень забавно наблюдать за риторикой, как вот в течение дня, когда, ну, вы наверняка видели это тоже, когда сначала, то есть все время ЧВК-Вагнер это были кто? Это вот террористы западных СМИ, потом в раз они стали повстанцами и борцами за свободу чуть ли, и как только ситуация разрешилась, они опять стали террористами. То есть вот такая история. Мы прекрасно понимаем, что все те ярлыки, которые на Западе на кого-то вешаются... Да, но они же работают на свою аудиторию, таким образом мы это понимаем. Ну, они работали, во-первых, на свою аудиторию, но я думаю, что все-таки главным является уничтожение нас, как суверенных независимых государств. Как опору того многополярного мира, о котором многие говорят и многие стремятся, но всегда есть те, кто стоит на линии огня, есть те, кто стоит сзади и ждут все-таки, чем кончится эта глобальная геополитическая схватка. Так вот о глобальной геополитической схватке. В России, да, произошло очень опасное событие, ну, ряд событий там, потому что это не одномоментно все было. Но даже в этой ситуации фронт не посыпался. Политическая система, в общем-то, осталась стабильной. Общество показало очень серьезный уровень консолидации вокруг лидера. Мы это видели по многочисленным заявлениям, как и от руководителей регионов, так и даже по пабликам, что писали обычные люди, россияне. Ведь мы, когда говорим о глобальном противостоянии, все прекрасно понимаем и ищем, ну, многие, во всяком случае, где вот эта граница, которая будет новой. Когда-то она пролегла, разделив восточную и западную Европу, если говорить о Европе. Где она сейчас проляжет, никто пока не знает. Ну, и вот эти события должны, мне кажется, тоже каким-то образом подтолкнуть западных политиков и военных к тому, чтобы понимать, что... Но если в такой-то ситуации и они не смогли воспользоваться и ничего не произошло катастрофического для России, то надо что-то... Надо искать пути примирения для них. Я не верю, что в ближайшие годы Запад будет думать над мирным планом. Если мы проанализируем те документы, которые принимаются и в ЕС, и в НАТО, а впереди вильнюсский саммит, как минимум идет консолидация бюджета ЕС на ближайшие два, может быть, три года по-прежнему поддерживать Украину. Поэтому мирный план возможен только вследствие российских военных успехов и побед. Поэтому первоочередная задача, безусловно, для российской группировки — это освободить всю территорию Российской Федерации, включая новые регионы, выйти на линию государственных границ, как она определена по Конституции уже России. Это в том числе освобождение территории от присутствия украинских, в данном случае уже оккупационных войск, новых четырех субъектов Российской Федерации. Ту задачу, которую российская армия обязана решить, а государство должно обеспечить вооруженной силой всем необходимым для того, чтобы эта задача была успешно решена. Это первое. Что касается дальнейших вариантов действий, я бы скажу личную экспертную точку зрения. Она заключается в том, что уже прозвучали оценки и Путина, и Медведева, что необходима санитарная зона. Режим Зеленского в том виде, в котором он существует, будет по-прежнему осуществлять террористические атаки, удары по мирным городам, мирным гражданам России. Поэтому нужна санитарная зона. И чем глубже, тем безопаснее будет для России. Вообще идеальный вариант, я бы сказал, конечного финала специальной военной операции, это граница под Днепром и переход под контроль вооруженных сил России Одесской Николаевской области. Ну, сразу говорю, я высказываю личную экспертную точку зрения. Это было бы оптимальным. Как будет развиваться ситуация? Одесская Николаевская область и крайне, мне кажется, Украина, лишенная выхода к морю, не будет уже представлять столь большого интереса для Запада. То есть ее геополитический статус резко понизится, и ценность в глазах западных центров принятия решений также упадет в Украину. Решим мы эту задачу или нет, покажет будущее. Я все-таки из самого начала специальной военной операции был убежденным сторонником принятого Владимиром Путиным решения и всегда поддерживал президента в тех военных, политических решениях, которые направлены на обеспечение суверенитета и безопасности России. Мы начали специальную военную операцию, конечно, вынужденно, поскольку предыдущие многочисленные, многократные попытки каким-либо образом договориться, обеспечить свою безопасность, выстроить систему коллективной безопасности в Европе, Запад отказался от этого. Он вел себя точно так же, как накануне Великой Отечественной войны, накануне Второй мировой войны, когда Москва предлагала систему коллективной безопасности. И мы знаем, что Франция, Великобритания, США сделали все, чтобы этого не произошло. Собственно, вследствие этого и возникла Вторая мировая война, затем уже для нас с 22 июня 41 года она стала Великой Отечественной войной, когда враг ударил по нам подло, внезапно, и 27 миллионов жизней советских людей, которые заплатили за нашу победу, положив свои жизни на алтарь Отечества, мы никогда об этом не должны забывать. Хочу сказать, что Белоруссия, наверное, в этом плане точно так же обостренно помнит эту историческую память невозможность стереть. Мы помним о наших жертвах, о страданиях, мы помним о подвиге советских солдат, офицеров, мы помним Брестскую крепость как пример героической воли, несломленного духа нашего народа и нашей армии. Конечно, здесь у нас, в Белоруссии, нас ничего не разъединяет, это общее наследство, общая память и тот фундамент нашей дружбы, отношений, с которыми мы идем в будущее. Вместе с тем, еще раз повторяю, было бы наивно ожидать, что Запад сейчас начнет отыгрывать назад. Нет. Геополитическая партия в самом разгаре и, собственно, сейчас, вот эти месяцы, в ближайшее самое время, оно определит и будущее развитие человеческой цивилизации, облик мира 21 века. Поэтому те задачи, та историческая миссия, которую выполняет Путин, Лукашенко, Си Цзиньпин, это миссия тех лидеров и тех стран, которые хотят справедливого мирового устройства, основанного на честной конкуренции, на сотрудничестве, на уважении суверенных прав и народов друг друга, выбирать тот путь развития, которым они хотят идти. Что касается Запада, ну, это продолжение все той же колониальной политики, только уже в новом облике, если раньше, скажем, приплыв в новый свет и колонизируя вот эти территории, откуда Запад черпал рабов, силу, ресурсы. Раньше раздавали бусы, сегодня раздают айфоны. Суть не меняется. Но цифровой диктат и технологический диктат совершенно очевидно. В этом плане я еще раз хотел бы отметить, как в Беларуси решается вопрос сохранения технологического суверенитета. Из советского наследства не разрушено ничего. Система социальных гарантий, заботы государства о народе существует в полном объеме. Существует жесткий спрос за конкретные участки работы тех руководителей, которыми руководят те или иные, скажем, назначенные президентом Беларуси лица. Я говорил об этом и скажу еще раз, мне лично очень импонирует такой стиль руководства. В Беларуси нет олигархата, который сегодня называется социально ответственным крупным бизнесом. Мы знаем, что этот социально ответственный крупный бизнес ответственен прежде всего по отношению к тем доходам, которые поступают в их собственный карман. В Беларуси такого нет. В этом плане еще раз говорю, многие вещи на мой взгляд нам в России необходимо брать в том числе белорусского опыта, безусловно. Беларусь очень активно работает на внешнем контуре. Мы видим такую разновекторную политику экспорта белорусской продукции на мировые рынки. Там, где сегодня такие возможности закрыты, это Запад перекрыл и ввел санкции против нас. Беларусь активно работает в таких регионах как Африка, Ближний Восток, Латинская Америка, Иран, Китай, Юго-Восточная Азия. И в этих регионах востребовано пользуется огромным спросом безусловно продукция белорусского машиностроения. Оборонно-промышленный комплекс очень эффективно работает. Отметил бы и Минский завод колесных тягачей и 550 авиационный ремонтный завод. ГОСКОМ, ВОЕНПРОМ, Пандус очень эффективно работает, хотел бы отметить. ну и в целом я еще раз говорю вот даже самолет заходит на посадку уже, ну еще Минск впереди, минут 20 лететь, но вот когда ты смотришь из иллюминатора на белорусскую землю, есть порядок. Вот понимаете, вот это слово батька, вот это вот хозяин своей страны, ответственный лидер, я каждый раз бывая в Беларуси получаю огромное удовольствие от порядка, чистоты, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, который вот здесь буквально ты чувствуешь, чувствуешь сердцем, чувствуешь вот просто душой, здесь хорошо, спокойно, безопасно, стабильно, это очень важно. Что касается, вот вы задавали еще вопрос, мне хотелось бы остановиться об оценке событий. Я абсолютно убежден, что нам необходим совместный российско-белорусский аналитический экспертный центр. В свое время я этот вопрос поднимал и во время большого разговора, и во время интервью, и потом у меня была где-то 40-минутная личная беседа с президентом Республики Беларусь, он горячо поддержал эту идею, потому что сегодня не только должно быть осуществлено взаимодействие между государственными структурами, безусловно, которые работают и свой функционал выполняют на линии российско-белорусского взаимодействия, но и необходимо активное взаимодействие белорусских и российских фабрик мысли, мозговых центров. В этом плане мы активно работаем в том числе и с Белорусским институтом стратегических исследований, это превосходная фабрика мысли мирового уровня. Олег Сергеевич Макаров возглавляет, человек очень известный, блестящий аналитик, коллектив БИСИ, я там несколько раз был, мы встречались, обсуждали, это коллектив высоких профессиональных компетенций. И БИСИ играет ключевую роль в том числе в реализации, выработке и решении в области внутренней политики и внешнеполитических решений. Вместе с тем, еще раз говорю, нам необходимо усилить экспертное взаимодействие как государственных фабрик мыслей, так и неправительственных экспертно-аналитических центров. Александр Григорьевич с большой готовностью отозвался на такую идею. Понятно, потом возник ковид, сейчас СВО, но тем не менее я рассчитываю, что мы эту идею, поддержанную президентом Лукашенко, реализуем в обязательном порядке, потому что знаете, все-таки государственные люди, облеченные званиями, погонами, лампасами, зачастую все-таки не совсем могут позволить себе поиск каких-то решений, которые в более широком аспекте. Позволить себе могут, но высказываться может быть не совсем получается. А здесь экспертное взаимодействие может дать новый нестандартный взгляд на те или иные события, на те или иные решения, предложения, которые в дальнейшем, будучи доложены государственным лидерам, могут стать реальной уже политикой, воплощенной в жизнь. В этом плане я надеюсь, что моя командировка сюда, в Минск, позволит нам те идеи, которые президент Лукашенко поддержал, дать импульс развития. Главное, чтобы это было на пользу. Главная задача, мы понимаете, в чем определенное преимущество наших противников. там, в США, Великобритании, скажем, информационно-аналитическое сопровождение принимаемых решений и их выработка осуществляется не только государственными структурами, но и мозговыми центрами, которые привлекаются со своим потенциалом в помощь, в поддержку выработки тех или иных очень... Я бы еще добавил бы сюда пиар-сопровождение, что очень... Ну, пиар-сопровождение, да, но я бы сказал, что грамотно выстроенная информационная и аналитическая работа, трек экспертной дипломатии, это уже само по себе оказывает очень сильное воздействие, в том числе и с точки зрения доведения смыслов и внутри, и за пределами нашего страна. Ну, лучшее же надо перенимать, правильно? Ну, в данном случае мы должны исходить из наших, как бы, собственных потребностей, но я вот абсолютно убежден, например, что та ситуация, с которой Россия вот столкнулась в эти два очень тревожных и очень таких судьбоносных дня, как минимум нуждается в том, чтобы активным образом осуществлялось взаимодействие между государственными структурами и неправительственными центрами, фабриками мысли. Это обязательно должно присутствовать, и я думаю, мы такой работы в России обязательно будем заниматься. Я еще раз хотел бы высказать искреннюю благодарность в адрес белорусского государства, белорусского лидера, президента Александра Григорьевича Лукашенко и в адрес Владимира Владимировича Путина, нашего президента, президента России, за то, как вот в эти тревожные, судьбоносные дни они совершенно четко и с высоким, я бы сказал, чувством долго перед историей, перед нашими народами сделали то, что они были обязаны и должны сделать. И в этом плане мы верим в успех нашей исторической миссии, мы верим в наше союзное государство, мы верим в наших лидеров и в лучшее будущее наших народов. Разумеется, все это не просто в этом враждебном окружающем мире. Когда было просто, просто не было никогда. Были времена иллюзий, но слава богу, сегодня иллюзии прошли, Запад маски сбросил, мы видим вот это оскаленное империалистическое мурло, но в наших силах и в силах наших армий структуру безопасности сделать так, чтобы наше будущее было спокойно, прогнозируемо и стабильно. Хочу поблагодарить за неизменное всегда интересное взаимодействие с агентством Белта. Это очень известный бренд и в России, и в мире. И вообще хочу сказать, что белорусское информационное пространство, белорусские средства массовой информации сегодня меняются. Исходя из требований времени, мы видим блестящую, скажем, работу белорусских журналистов, средств массовой информации, активное противодействие и в интернете, и на фронтах. Блестящую работу телеграм-канала Пул Первого казалось бы официоз, но информация идет так, что читают все. Я лично с большим интересом тоже всегда слежу, мы все это комментируем. Ну и в целом хочу сказать, белорусы молодцы так держать, а мы всегда будем с вами рядом, так же, как и вы всегда будете рядом с нами. Будем работать, будем работать, будем работать вместе, тем более, как жизнь показывает вариантов, то у нас особо других нет, но на мой взгляд, то, что, ну скажем, одно из главных, что продемонстрировали в том числе и наши лидеры, это тоже очень важно в этой ситуации, это способность к, первое, очень быстрым и нестандартным решениям. Ведь, согласитесь, мало кто еще в субботу утром мог бы предположить, что, например, Лукашенко вступит в переговоры с переговорами, и что вот так вот все отрулится. Вы знаете, о чем это говорит? Это же не на пустом месте делается. Оно-то да, но для широкого круга, что называется, это был абсолютно неожиданный ход. Это показывает силу и надежность тех контактов и тех связей, которые у нас есть, и тех каналов взаимодействия, которые мы совершенствуем и будем продолжать развивать. Трепещи угроза НАТО, хочется сказать, в такой ситуации. Пусть Литва и пусть Варшава сегодня с тревогой думает, о чем дальше будет. По крайней мере, меньше будет пансионистских планов экспорта нестабильности, терроризма, а тем более военные угрозы в отношении Республики Беларусь, которая фактически получила ядерный статус, я думаю, полностью сегодня обнулены. Знаете, вот по-разному, но вот оценка такая, если вдруг будет агрессия, Лукашенко все решения примет. И вот в этом, в НАТО, в Литве, в странах Балтии, в Варшаве, в Германии, ни у кого нет сомнений, что попытка агрессии против Республики Беларусь просто приведет к тому, что получит в лоб тактический ядерный удар. И все решения будут приняты. И знаете, мы не о плаке этой ядерной войны, но с волками жить по-волчьи выйти, вот эта ядерная дубина, которая может обрушиться на голову любого агрессора, посигнувшего на безопасность Беларуси и России, мне кажется, будет очень сильным, эффективным, нейтрализующим средством. То есть будут в бессильной злобе скалить зубы, но укусить и напасть уже не решаться. Лучше, чтобы эта дубина была... Но она должна быть в спокойном месте, под присмотром, но должна быть. Но должна быть эффективной в твердой руке и, я думаю, все необходимые процедуры согласования, принятия решений отработаны. В этом плане это послужит миру и стабильности в Европе, как это ни странно может быть, прозвучит. Тактическое ядерное оружие России на территории Беларуси и наличие средств его доставки в арсенале белорусской армии это все служит интересам мира и безопасности в Европе. Мы тем самым заботимся о безопасности сотен миллионов граждан Евросоюза. Поэтому, может быть, когда-нибудь скажут спасибо за то, что вот такими решениями Европа была спасена от Третьей мировой войны. Это смотря что именно пишут в учебниках истории. Читать и писать правильные учебники. Ну, поживем и увидим, как говорится. Еще раз благодарю вас за этот разговор и за ваши мысли и рассуждения. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok